Второе напоминание будет такое. Представьте себе единицу, деленную на х-1, минус единицу, деленную на х-1. Приведите к общему знаменатику. Получите 2 разделить на х-1. Ну, согласитесь, нехитрое дело. А теперь давайте возьмем такое выражение. Единица делить на х-1. Омега разделить на х-омега. И омега квадрат, деленная на х-омега квадрат. Оказывается, что это тройка, деленная на х-1. Если омега, это минус 1 вторая плюс и корнея из тройка пола. То есть на картинке кугун 120 градусов. Аргумент омега это 120 градусов, а модуль равен единице. Давайте докажем. На самом деле, очень легко это доказать. Достаточно привести к общему знаменателю. Получится такая штука. Х-омега умножить на х-омега квадрат. Плюс омега умножить на х-1. Х-омега квадрат. И омега квадрат умножить на х-1 и на х-омега. Нужно доказать, что это 3. Ну, смотрите. Слева многочлен не более, чем второй степени. Справа просто число. Для того, чтобы доказать, что многочлен не более, чем второй степени, даже действительно равен другому, многочлен не более, чем второй степени, достаточно проверить в трех точках. Ну, замечательно. Возьмем в качестве такой точки единицу. Тогда вот это 0, это 0. А здесь получается 1 минус омега умножить на 1 минус омега квадрат. Вообще-то я, как помнится, объяснял вам, почему это обязательно тройка. Более того, почему в общем случае, если вы возьмете такое выражение, выражение единицы минус зит умножить на единица минус зит квадрат, единица минус зит в степени от минус 1. Почему это на самом деле будет н? Очень просто. Если вы возьмете многочлен х в н- степени минус 1 и разделите его на х минус 1, то вообще-то вы получите вот такую сумму. х в степени н минус 1 плюс х в степени н минус 2 плюс и так далее плюс х плюс 1. Но с другой стороны, то же самое частное, х в н минус 1 разделить на х минус 1, это х минус зит умножить на х минус зит в квадрат и так далее, х минус зит в степени н минус 1. Таким образом, вот эти два многочлена равны. Обратите внимание, если два многочлена равны, то они равны во всех точках. То есть говорить, что здесь х минус 1 делим, это совершенно неинтересно. Вот. Подставляете после этого вместо х в единицу и получаете как раз это равенство. Замечательно, доказали. Теперь смотрим, как доказать не в точке 1, а в точке омега. Ну, точно так же. Подставили, вот это слагаемое исчезло, это исчезло, осталось омега умножить на омега минус 1, омега минус омега в квадрате. Нужно доказать, что это тройка. Легко. Омега, омега, омега вынесли. Омега в губе это единица. Получилось у нас понятно, что. Смотрите, когда здесь вынесли омега, получилась единица. Здесь вынесли, получилось 1 минус омега в квадрате, потому что я и не делить на вига, это омега в квадрате. Здесь получилось 1 минус омега. Ну, а это действительно 3. И точно так же, когда омега в квадрате вынесли, это конечно же толще. Более того, на самом деле я это вам все рассказывал, когда объяснял интерпляционную формулу Лагранша и связь этого с преобразованием Фурье. На самом деле это все было.